В Институте психологии и образования Казанского университета состоялось пленарное заседание «Андреевские чтения» современной концепции технологии творческого саморазвития личности. Все подробности в следующем сюжете. Андреевские чтения — это знаковое событие для последователей школы Валентина Андреева, которые поддерживают и развивают предложенные им идеи. Андреевские чтения проводятся уже шестой год, а сама конференция — с конца 1980-х годов. Идейным вдохновителем стал сам Валентин Андреев. Когда профессора не стало, организацией проведением конференции стали заниматься его ученики. Валентин Иванович мой научный руководитель, я защищала кандидатскую работу под его руководством. Это мой научный папа, можно так сказать, поэтому я очень трогательно отношусь к этому мероприятию. В этом году особенность более широкого интереса научного сообщества не только педагогов по образованию, кандидатов и докторов педагогических наук, но и сотрудников физико-технических, философских наук и других. Так реализуется популярный междисциплинарный подход, в котором выступающие делятся своим мнением по поводу слободневных проблем, в том числе и цифрифизации современного образования. В этом году у нас гости из МГУ, гости из Южного федерального университета, Дальневосточного федерального университета, которые так или иначе строили свою научную деятельность на основе вот этих идей. И об этом ярко говорят их выступления и доклады. На мероприятии была и Фаина Раднер с Валентином Андреевым. Ее связывают много лет сотрудничества, общения и дружбы. Мы храм науки и культуры. И вот в этом храме науки и культуры в университете мы преподаем. Это наши общие мысли с Валентином Ивановичем Андреевым. Поэтому его идеи продолжают развиваться и будут развиваться всегда. Во второй день работы научно-практической конференции для студентов магистратуры и аспирантов пройдут подиум дискуссии о продвижении научных идей в глобальном цифровом пространстве. Дискуссионный воркшоп обучения саморазвития в цифровом мире, где молодые ученые обсудят стратегию конкурентоспособности современного образования. Эджемия Небаева, Фариза Хитуглы, Универньюз.